Также, твоя батарея умерла. Налиты какие-то соусы и вообще всякие разные штучки консистенции как соус, но практически соус, но не такие жидкие. И я смотрю, все едят чипсы и макают в эти всякие соусы, которые называются ДИП. То есть я у них спрашиваю, вы что, всегда когда едите чипсы и во что-то макаете? Они говорят, а вы что, в России не всегда так делаете? Но я им сказала, что мы вообще так не делаем. То есть чипсы, это я имею в виду, что прям вот чипсы, то есть обычные чипсы, как чипсы Лейс и Принглс, и они их все макают в такие штучки. Так вот, это то, что я вам сейчас расскажу, как готовить. Это моя самая любимая, как мы с мамой ее назвали, макалка. Потому что, я не знаю, какое еще можно слово придумать с этому, потому что в переводе ДИП это значит макать, окунать, соус еще это называется. Но я не могу назвать это соусом, потому что это вообще не соус. И поэтому, в общем, это будет Пафало Чикен ДИП, или как мы ее называем, куриная макалка. Для того, чтобы ее вам приготовить, нужно чикен и бафало. Окей, для того, чтобы вам ее приготовить, для начала, вот все ингредиенты. Это 700 грамм вареной курицы, крем-сыр 227 грамм, а также вам нужен будет сыр чеддер, сыр моцарелла, ранч, это как бы соус, заправка, но я думаю, что его можно вполне заменить соусом для салата Цезарь. И бафалуис, то есть это соус для крылышек. Просто я думаю, что его можно заменить чем-то, что вот такое оранжевое, странное, что-то типа кетчупа, но не совсем кетчуп, короче, какой-то соус. Он, кстати, очень острый. Так вот, сначала нужно сварить курицу, 700 грамм, потом упаковку крем-сыра. У нас же в России тоже продается крем-сыр, я знаю, что он называется, Филадельфия, вот, просто купите без курица его, то есть без всяких добавок. Этот сыр у нас отправляется в микроновку на минуту. Короче, его надо секунд под 30 плавить и перемешивать постоянно, чтобы он был как бы немножечко, как сметана по консистенции. Так вот, кидаем в блендер вот это осметанивший крем-сыр, который уже в эссенции, как сметанка. Вес туда. Также нужна одна чашка тертой моцареллы. Там уже одна чашка у меня, потому что один стакан. Потому что я только что использовала один стакан для другого блюда. Также один стакан тертого чеддера. И один стакан ранчо или заправка. Если, я, кстати, не знаю, возможно, в России есть ранчо. Я просто не проверяла, и я даже не смотрела. Вот. Один стакан тоже. Мммм, вкусняшка будет. И один стакан вот этого соуса. Бакула. Возможно, в России вы, если найдете, может быть, он будет называться буфало. Поэтому, в общем-то, посмотрите. Возможно, он и тоже есть. Можете, если вообще лень такое искать, вообще просто кетчуп с манезом. И курочку туда кидаем. Немножечко порвем, чтобы блендер был полегче. Закрываем блендер и включаем его и блендим. Честно говоря, это моя самая любимая часть. Потому что курица везде там остается, где-то застревает. И, короче, надо вот так ее немножко перемешивать. Попытка номер два. Все. Я немножечко сверху вот осталась курочка. Она как бы не идеально перемолотая. Но это хорошо. Я не хочу, чтобы она прям, знаете, вся, как первая была. Ммм. Красота. Что же мы делаем дальше с этой красотой? Сейчас. У нас получилось. Такая красота. Курочка. Ммм. Вкусняшка. И мы ее... Все, кидаем в противень. Вот так вот мы распределили ее по противню. И сверху посыпали сыром. К сожалению, я забыла оставить, поэтому мне придется его сейчас тереть самой. И попрем еще немножечко сыра сверху, чтобы был такой там сырный слой. Кстати, я забыла, когда я в последний раз терла сыр, потому что здесь он весь продается натертый. И это очень удобно. И вот, короче, я сейчас пальцы себе натру. В общем, вот. Сверху сыр. Можно чуть-чуть побольше. Я очень люблю, когда его побольше. Но я забыла оставить сыр. Моя ошибка. И да, и мы теперь это все чудо ставим в микроволновку на полчасика. Просто, чтобы она там все так еще раз перекипела, и все так хорошо перемешалось, и сыр расплавился. И да, ждем полчаса. Вот наша макалка готова. И смотрите, у них даже есть чипсы специальные, чтобы загребать мне что-нибудь. И давайте попробуем. Она очень острая. Я не могу есть острая, но я ее ем, потому что я обожаю. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вы уже узнали что-то новое. Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. И пока! Вот. Это остатки от моей штучки, про которую я сделала видео.